На последний матч регулярной части сезона настрой на матч против питерского «Зенита-2» был разный. По турнирному расположению матч ничего не значил, а вот для молодых игроков, которые на протяжении всего сезона получали мало игрового времени, это был шанс показать себя. Поэтому Барнаул играл максимально молодым составом. Соперник, повторюсь, любой сложный, и хотелось побольше ребятам дать поиграть и посмотреть. По ним нужно принимать решения по следующему сезону. Малафеев очень хорошо себя проявил, Никита Шурыгин не растерялся. Считаю, что Айрих на своем уровне сыграл. Сама встреча носила равный характер. Первые две четверти в Барнауле проиграли лишь в одно очко, а оставшиеся две выиграли 28-22 и 28-24. Но этого не хватило до победы. Как итог, «Зенит-2» выигрывает у хозяев 81-89. Первую половину хорошо играли, забирали свой щит, подборы. Во второй половине не хватило, может быть, энергии, какой-то настроя, потому что это игра как бы... Ну, уже все понимают, что выходим в плей-офф, и, может быть, какого-то достроя не хватило, может быть, дали более каким-то... Ну, молодым игрокам, которые недополучили своего времени, сыграть. И вот так вот «Зенит» воспользуется нашими ошибками. Теперь Барнаул будет готовиться к играм плей-офф. По результатам регулярной части сезона наша команда заняла шестое место и в матчах на вылет сыграет против «Динамо» из Владивостока. Календарь игр плей-офф пока что не утвержден. Специально для телеканала «Толк» мы летим на воздушном шаре. 1600 метров нам нужно преодолеть этот лес. Направление у нас четко 100 градусов, 35 километров скорость. Впереди примерно 4 часа полета, и мы будем на месте. Это примерно между Троицком и Зональным. Планируем туда. Воздухоплаватели Иван и Наталья перелетели лес, который расположен между Бийском и Барнаулом. В воздухе они провели 4 часа и 34 минуты. Сложность полета заключалась в невозможности совершить посадку в любой момент, так как лесная местность этого не позволит. И в те места машина, которая заберет ребят, не доедет. Тем самым воздухоплаватели коснулись земли вблизи Бийской трассы. Стоит отметить, что такой полет совершен впервые в истории нашего региона. Дмитрий Дроздов. День с толком.